В связи с этим вопрос. Завтра одним из пунктов повестки дня заседания городского совета депутатов числится протест прокуратуры, правда протест этот был вынесен еще в августе прошлого года, по поводу решения совета депутатов, поддавшегося уговорам, скажем так, городоначальника, о передаче имущества теплосети из городской казны, собственно, в обанкроченную теплосеть. Что с этим вопросом? То есть, что будет завтра, я понимаю, вы не можете, наверное, предсказать, или можете? А вообще, что с этим вопросом? Как-то депутаты его изучали, уже полгода прошло. Что касается вопроса передачи имущества теплосети в банкротное предприятие теплосети, то здесь однозначная позиция. У меня и у ряда коллег депутатов позиция однозначная, имущество должно быть в казне. Все. Этим все сказано. Мы разбирались с этой ситуацией в рамках комиссии. Администрация обещала нам предоставить всю информацию, однако на заседании комиссии никто не являлся, информации никто нам не представил. Самое, что ни на есть, достоверный и обосновывающий подход именно передачи имущества в банкротное предприятие. Ну, то есть, экономического обоснования здесь нет, вы понимаете. Есть некое политическое решение, политическая воля, видение, что должно быть именно так. Но экономического обоснования никакого нет. И мы можем говорить о том, что если бы кто-то там какие-то долги перечислил, законным способом, незаконным, деньги там или еще что-то, да, ну, можно по-разному все это трактовать, не было бы горячей воды или наоборот она бы была, вот, но речь идет о том, что это было политическое решение, продавленное, вот, но, причем продавленное в том варианте Совета. И я понимаю, что существует активная лобби, которая пытается, значит, противодействовать такому развитию ситуации, чтобы вернуть имущество теплосети в казну и дальше уже принимать соответствующие решения. Ну, что, как развивать, где бизнес-план, ну, и так далее. Можно ли сказать так, что в настоящий момент большая часть депутатов, под большим я подразумеваю, часть необходимая для принятия решения, все-таки пока, ну, скажем так, колеблется, не являясь со сторонником удовлетворения протеста прокуратуры? Можно ли так сказать? Ну, я бы так сказал, что примерно напополам разделились голоса в Совете депутатов за то, чтобы вернуть, и за то, чтобы, скажем так, эту ситуацию еще некоторое время поизучать, ну, что за этим звучит, это люди сами, наверное, поймут, но, скажем, эту ситуацию еще как-то поизучать. Но половина, около половины, то есть это 10, 11, 12 депутатов, те, которые за то, чтобы вернуть имущество теплосети в казну, безоговорочно, безапелляционно, и только после этого изучать, смотреть на ситуацию, смотреть на вопрос, изучать этот вопрос и так далее. Но как эта ситуация будет развиваться, я пока не знаю. Но то, что прям вот таких вот депутатов, которые разделяли бы просто увод этого имущества, там, в частные руки, распродажу за копейки, там, и так далее, таких депутатов, к счастью, в сегодняшнем составе Совета не наблюдается. Я скажу так просто, что ряд коллег депутатов занимают просто выжидательную позицию, вот, с чем она связана и так далее, я, наверное, не буду комментировать, вот, но то, что в последний момент это имущество, когда наступит вообще конкретно часть Х, значит, оно, конечно, вернется в казну, я думаю, мой прогноз, по крайней мере, такой.